Владимир Путин готовит еще одну спецоперацию. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В этот раз кремлевский вождь собирается захватить Молдову. Молдавия важный партнер России на постсоветском пространстве. Уже написаны три сценария, которые чудом попали к молдавским журналистам. В нашем распоряжении оказался план со сценариями оккупации России и Молдовы. И в нем, в этом плане, рассматриваются три сценария, основные три сценария оккупации России и Молдовы. Их подготовили российские спецслужбы. Все эти три сценария мы нашли в отчете, написанном аналитиками ФСБ, близкими к спецназу ФСБ. Три варианта оккупации Молдовы звучат следующим образом. Это полный захват страны военным путем. Это частичный захват страны Приднестровского региона военным путем, благодаря коридору через Одесскую область. И это свержение власти в Молдове и приведение к власти пророссийского маринеточного правительства. Но наиболее вероятный сценарий, на который пойдет Путин, это политические качели. Российские аналитики рассматривают возможность приведения на местах в различных городах Молдовы своих людей в результате местных выборов и раскачивания ситуации на местах создания сепаратистских тенденций в регионах Молдовы. Этими процессами в Молдове уже заведует Дмитрий Милютин, генерал пятой службы ФСБ России. Со стороны России Молдову курирует генерал Дмитрий Милютин. Он подчиненный знаменитого Сергея Беседы, начальника пятой службы ФСБ. Дмитрий Милютин также занимается вопросами российского влияния в Беларуси. Дмитрий Милютин, он осуществляет общую координацию и отдела белорусского отдела, который занимается политикой в Беларуси. Именно ему должен быть благодарен Лукашенко за свою очередную президентскую каденцию. Некоторые подчиненные Милютина также ездили в Беларусь утихмиривать протесты, которые были после фальсификации выборов в Беларуси. Но если в Беларуси российские ФСБшники подавили протесты, то в Молдове они их будут разжигать. Для этого россияне взяли в оборот бывшего президента страны Игоря Дадона. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, сегодня исторический день для молдороссийских отношений. После проигрыша на выборах Дадон полностью перешел на содержание России. Наметили ориентиры и задачи для дальнейшего развития российско-молдавского сотрудничества. Он создал неправительственную организацию «Молдавско-российский деловой союз». В эту организацию Россия начала закачивать деньги из конца 2021 года по апрель 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это такая себе публичная площадка, где Дадон отстаивал пророссийские нарративы. Он в своих соцсетях на сайте молдороссийского делового союза выступает с антиукраинскими заявлениями и с пророссийскими заявлениями, призывая власти Молдовы идти на поклон Путину и договариваться с Путиным за дешевый газ. За российскую пропаганду экс-президенту неплохо платили. В этой организации зарплата Дадона составляла, по нашим данным, 200 тысяч лев, это более 10 тысяч евро. Но общая сумма переведенных денег из России была в десятки раз больше. Мы зафиксировали шесть транши на общую сумму в 300 тысяч долларов. Эти деньги были отправлены в рублях в Молдову и со счета околокремлевской организации «Деловая Россия». Но сейчас Дадон под домашним арестом. Ему инкриминируют госизмену и незаконное обогащение. Не повезло также и его политтехнологу, российскому бизнесмену Игорю Чайке. США ввело против него персональные санкции за попытки подрыва демократии в Молдове. Санкции мне абсолютно, как говорится, по боку. Пока Дадон под домашним арестом, его пророссийский сайт не обновляется. Поэтому Кремль нашел другую лошадь, на которую решил сделать ставку. Это Илан Шор. Москва перевела ставки с Дадона. Дадона, можно сказать, списали в утиль. И сейчас всячески поддерживают Шора. Именно он в последнее время расшатывает ситуацию внутри Молдовы. В последние месяцы в Молдове проходят каждое воскресенье митинги протеста, организованные Иланом Шором. Из-за этого Илан Шор вместе с женой певицей Жасмин две недели назад попал под персональные санкции США. Но он продолжает работать в интересах России на медиахолдинге Дадона. Россия передала медиаимперию Дадона под контроль людей Шора. Получается, что Россия делает ставку на Шора. В принципе, Илана Шора, как Игоря Дадона, ничего хорошего не ждет. Правительство Молдовы собирается запретить его партию. Поэтому грязный политический план России будет разрушен.